Я предлагаю обратиться к нашим коллегам. Досуг для самых маленьких. В Ялте игровые зоны для детей оградили заборами и закрывают на замок. Подробнее об этом расскажет Алина Бойко. Она на прямой связи с нашей студией. Аня, доброе утро. Почему пришлось принять такое решение на детских площадках? К нему еще что-то идет? Конечно. Александр или Александра, доброе вам утро. И сегодня мы поговорим с вами о детском досуге. Да, действительно, в Ялте есть детские площадки, которые новые, красивые, оборудованные. Но, к сожалению, они закрыты на ключ. И не все жильцы могут туда попасть. И разобраться нам сегодня поможет в этом вопросе помощник главы администрации Ялты Сиран Меметов. Сиран Альзевич, доброе утро. Доброе утро. Расскажите, пожалуйста, сколько в Ялте таких площадок и почему все-таки они закрыты? У нас на территории муниципального образования сейчас есть 30 площадок, которые закреплены за 7 управляющими компаниями, которые ведут хозяйственную деятельность на территории. Построены с 2016 года, включая 2019, 81 детская спортивная площадка. Эти площадки являются общедоступными. И все жители, все дети, которые, независимо от места проживания, имеют право находиться и играться на детских площадках. На чем балансе вообще они находятся и кто является застройщиком этих площадок? Застройщиком этих площадок являлись многие предприятия, которые выигрывали конкурс по 44-му федеральному закону. В настоящий момент детские площадки, которые были уновь построены уже при России, они не были включены в реестр и не обслуживались. Сейчас провели инвентаризацию этих детских площадок. Соответственно, теперь рассматривается будет вопрос на комиссии по ЖКХ о том, кому передать на баланс и обслуживание. Это МБУ «Зеленый строй», если находится на территории скверов, парков, либо управляющим компаниям, ТОСом, в зависимости от места расположения. А в какие вообще сроки будут решаться вот эти вопросы? Есть ли... Вот в ближайшее время мы уже готовимся рассмотреть этот вопрос, так как с головой уже поднимался вопрос две недели назад, о том, чтобы закрепить, уже внести в казну детские площадки и передать на обслуживание, чтобы можно было обслуживать. А скажите, пожалуйста, вот на данный момент, да, если вот родители с детками хотят зайти, поиграться, вот как им быть, если они не могут, скажем так, взять эти ключи, кому им можно обратиться? В основном это представители домового комитета начали самобольно закрывать детские площадки. Это неправильно, потому что детская площадка должна быть общедоступным местом. В связи с этим сейчас управляющим компаниям уже поручено проводить собрание, давать разъяснение жителям о том, что детская площадка должна находиться в открытом доступе с 7 утра и как минимум до 21 вечера. Это для того... Потом могут, конечно, закрывать, чтобы не посещали некоторые граждане, которые любят распивать спиртные напитки на территории детских площадок. То есть вот таким, получается, путем, да, приходится... Таким путем жители хотят сохранить свою детскую площадку, потому что бывает, заходят туда взрослые дети, скажем, 15-16 лет и старше, ну, ломают... А скажите, пожалуйста, вот куда можно обратиться, да, если вот построили красивую новую детскую площадку, но, к сожалению, нет каких-то контактов, и она вот на данный момент, допустим, находится закрытой. Вот кому можно позвонить в этом случае? В этом случае можно позвонить 32-37-81, это департамент ЖКХ, либо в устной форме, либо письменной, и сообщить о данном факте. А скажите, пожалуйста, вот, ну, в целом, какие вот готовятся меры, да, ну, вот вы уже сказали о них немного, ну, так, может быть, более подробно, и что вообще планируется делать? Будут еще строиться площадки, да, и как вот эта тема будет дальше на раскрываться, то есть будет ли она разрешаться, и будет ли это более общедоступно? Я надеюсь, что она будет более доступна. В настоящее время сейчас проводится реконструкция восьми дворов на территории Ялты, где тоже есть хорошие, будут хорошие, большие детские площадки. Даже вот уже в этом году выделено финансирование из местного бюджета на 2 миллиона. Сиран Рязаевич, спасибо вам большое за ваши ответы. Мы будем надеяться, что детский досуг, он станет общедоступным, ну, а детки наши, конечно же, счастливыми. Александр и Александра, мы прощаемся с вами, и хорошего вам утра. Большое спасибо, Аня. Желаем вам отличного настроения, добрых новостей. Напоминаем, на связи была Ялта и корреспондент телерадиокомпании «Крым» Анна Бойко.